Стой, стой, стой. Добрый день, ученики! Добрый день, родители! Добрый день, учителя! Добрый день, гости, вы пришли не зря, Ведь сегодня в школе праздник, Праздник 1 сентября. Учеба здравствует, школа здравствует, Идем за знаниями в поход. Сегодня праздник, школьный праздник, Встречаем мы учебный год. И сегодня праздник у нас в первый раз Идет первоклассник в свой приветливый школьный класс. А в сторонке сидят родители И с волнением глядят на него, Будто они впервые увидели Подразделевшего сына своего. Дорогой Варлам, Сегодня у тебя торжественный и важный день. Ты пришел учиться в школу. Еще вчера тебя называли ребенком, А с сегодняшнего дня О тебе будут говорить Это ученик, школьник. Школа станет для тебя вторым домом. В комнате, которая называется классом, Ты будешь каждый день Получать особенные подарки. Но это не игрушки и не конфеты, Это знания. Дорогой первоклассник, Мы поздравляем тебя с первым школьным днем И желаем хорошо учиться и хорошо трудиться. Школьные годы – это самые чудесные и веселые годы. Они так интересны, Что ты без конца будешь удивляться. Особенно запоминается и остается Надолго в памяти то, Что происходит в первый раз. Пусть будут в твоей жизни школьные дни И все хорошо. Раньше я играл в мыши, Но закончилась игра. Провожают мои братья Меня в школу со двора. А с игрушками, наверное, Надо мне обращаться. Я теперь уроками буду заниматься. Буду я прилежным, усидчивым, старательным. И когда пойдет учеба, Просто замечательно. Здравствуй, школа! Здравствуй, школа! Я пришел учиться. Обещаю, что не буду никогда лениться. Форма новая одета, Белая рубашечка. Полюбуйтесь на меня, Какая первоклассечка! Здравствуй, школа! Здравствуй, школа! Я пришел учиться. Обещаю, что не буду никогда лениться. Я сегодня первый раз Отправляюсь в первый класс. Постараюсь я родцом Лучшим быть учеником. Дорогой первоклассник, Чтобы в школе тебе было все хорошо, Нужно соблюдать некоторые правила. Парка, это не кровать, Нельзя на ней лежать. Лучшитель спросит, Надо встать. Когда он здесь позволит, Сядь. На уроках не хихикай, Стул туда-сюда не двигай. Педагога уважай, И соседу не мешай. Утром рано посыпайся, Хорошенько умывайся, Чтобы в школе не зевать, Носу как-то не клевать. Одевайся аккуратно, Чтобы смотреть было приятно. Формусом погладь, Проверь, ты большой уже теперь. На уроках не хихикай, Стул туда-сюда не двигай. Педагогу уважай, И соседу не мешай. Не дразнись, Не зазнавайся. В школе всем помочь старайся. Зря не хмурься. Зря не хмурься, Будь смелей. И найдешь себе друзей. Вот и все наши советы. Нетрудны и проще нет. Нетрудны и проще нет. Ты дружок их не забудь. Стану знаний, держишь путь. Здесь каждый. Здесь каждый за нами следит, Научится. Парк, пельс собрать, Костюм в порядок вести. Мы очень верим, Все у тебя получится. Так добрый час, Счастливого пути. Также мы хотим дать Допутствие родителям, Чей ребенок нынче тревогласен. Трудно детей своих воспитать. Многое для этого нужно знать. Родителям мы хотим пожелать. Детям всегда во всем помогать. В школу с утра Ребенка собрать, Напутствие вовремя дать. Каждый день Библию с ним почитать, По вечерам не забыть погулять. Чтобы болезни всех избежать, Надо еще детей закалять. Занятия по Библии все посещать, В школе по пересилам помогать. А главное, без сомнения, Желаем мы вам терпения. Вставай. День сентября закружил листвой, осень птицы летит вдоль родных дорог. Лето кончилось вчера, школу всем идти пора, и зовет на звонок снова на урок. Над страною заливаются звонки, утром в школу, вот придут ученики, класс веселый, возвращаемся к друзьям, здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, утром в школу, вот придут ученики, класс веселый, возвращаемся к друзьям, здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Ты учитель нас всех научил мечтать, и уроки твои не забудутся, пусть мы школьники пока знаем их на левника, все мечты наши светлые сбудутся. Над страною заливаются звонки, утром в школу, вот придут ученики, класс веселый, возвращаемся к друзьям, здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Будем петь, будем жить, будем жизнь любить. И отчизну под солнцем цветущую, не забудем никогда, наши школьные года, и звонки на уроки, забудьте. Над страною заливаются звонки, класс веселый, возвращаемся к друзьям, здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Над страною заливаются звонки, класс веселый, класс веселый, возвращаемся к друзьям, здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Первоклассник, кто-то приступил в порог школы, а для девятого класса этот год спонит последние годы учебы в этой школе. Это было 9 лет назад. Я тоже в первый раз толпой из сверстников ребят явился в первый класс. Мы стали взрослые теперь, нам детство не вернуть. Нам школа в жизнь открыла дверь и указала путь. Для тебя последний школьный год с минуты это настает. И пожелаем мы тебе смелее дорогу трудную идти и без жизни верный путь найти. А как среди стольких жизненных путей найти верный? Об этом мы послушаем наставление наших учительных. Сердцу юного чего пожелать? Я желаю одного – Бога знать. Жить без Господа нельзя на земле. Даже если каждый день хлеб на столе. Даже если для себя купишь дом. Даже если этот дом золотой. Даже если больше всех ты богат. Даже если преуспел на сто крат. Даже если не болел никогда. Даже если обошла нищета. Даже если у тебя сто друзей, сто подруг. Даже если заскучать не досуг. Даже если все мечты под рукой. Даже если полюбил дорогой. Даже если мир вокруг расцветет. О, без Господа душа пропадет. Остановишься чуть-чуть. Все не так. И роскошный надоел особняк. Сундуки добром набил. Что с того? Разбежались все друзья. Ни-ка-го. И любовь ушла. А куда? Не оставила следа красота. Отказались расцветать вдруг цветы. Кто-то счастье разыскал. Но не ты. И растаяла мечта. Словно сон. Стук в окно. И в сердце боль. Плач и стон. Солнце гаснет. И не имел теплый хлеб. Жить без Господа. Нельзя на земле. Только Бог дает. Любовь и покой. Все прекрасное дарит только Бог. В сердцу юному. Чего пожелать? Я желаю одного. Бога знать. Да. Самое главное в жизни Бога знать. В нашей школе лучший в мире. Что учитель, то звезда. И по всей России лучший. Не найдете никогда. Но чтоб было все отлично. Четко и благословенно. Постарайтесь жить прилично. Радость будет несомненно. Радость будет несомненно. ПЕСНЯ Радость будет несомненно. ПЕСНЯ Радость будет несомненно. Радость будет несомненно. Радость будет несомненно. ПЕСНЯ Радость будет несомненно. ПЕСНЯ Радость будет несомненно. 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 Мы с вами получили много советов и пожеланий. В школе много людей, и учителей, и родителей, и учеников. Интересно, а кто важнее всех? Давайте посмотрим. В типографии, где обычно шумно бывает только из-за работающих станков, на этот раз шумили буквы, а не спорили между собой. Среди людей всегда найдется кто-то попроще, а кто-то поврожнее. Но среди букв самая важная буква В. Это почему же? Буква В часто употребляемая буква. Не то, что там какая-то фыр. С меня начинается Библия. В начале сотворил Бог. Это В сам употребляемая? А по-моему, А. Как бы люди обошлись без буквы А? А самая первая буква алфавита. А. Первый звук ребенка. Б. С меня начинаются такие важные слова. Про Бог и Библия. А с меня Евангелие. И вообще, вы, согласные, без нас бы совсем не скучали. Не было бы гласных, люди не могли бы петь. Друзья, перестаньте спорить. Вы все неправы. Разве непонятно, что самое совершенное? Это буква О. Вы посмотрите, какая я круглая, симметричная, правильная. Посмотрев на меня, все говорят О. Я, я, вы забыли бы меня. Я последняя буква А. Парита. Пожди, ой, нет, 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 не правы. Пожди, ой. В, ой. И тут в кипографию зашел на борщик. Буквы затихли. Они ждали, кого же человеческие руки примят для работы. Каждый хотелось получить место. Оказалось, что нужны все. На борщик набрал правильный заголовок и посмотрите, что у него получилось. Все важны для Бога. Все важны для Бога. Буквы со страничь и буквы говорят. Служатся слова, как птицы в стаю. Зажигайся светом, как заря. Пусть будут добрыми слова и выражения. Пусть будут умными все наши предложения. Слова не созданы для зла и сочинили для добра. Мама, солнце, праздник и весна. Зажигайся светом, как птицы в стаю. Зажигайся светом, как птицы в стаю. Зажигайся светом, как птицы в стаю. Пусть будут умными все наши предложения. Слова не созданы для зла и сочинили для добра. Зажигайся светом, как птицы в стаю. Зажигайся светом, как птицы в стаю. Пусть они сияют, как святые. Пусть будут добрыми. Пусть будут добрыми слова и выражения. Пусть будут умными все наши предложения. Пусть будут умными все наши предложения. Слова не созданы для зла и сочинили для добра. Так пусть меня дани под ночи серебра. Зажигайся светом, как птицы в стаю. 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 Места писания начинаются прямо с автона. Места писания на окнах. И здесь сколько мест не считают, по сравнению от продающих учений. Библия сегодня книга, которую очень легко достать. Самое распространенное. Но даже мы, какая маленькая группа, а только в отвесных деревнях, мы посетили и раздали более 30 тысяч дворов. Это столько же всего. И столько раздали Ивану Богу. Но теперь задача стоит в том, чтобы эти слова, сказанные Богом для людей, они про них и души учеников. Вот возьмите. Вы зайдете и видите. А – арбуз. Б – еще и. А ты сразу выучи. А – открой симфонию. Ребенка приучи, что он выписал. На букву А – А дам. У тебя задаю загадку. И даже взрослый ответит. Есть пять Б – А – Б. Без которых никто не спасется. Вот теперь и думай. Где пять Б? В первую очередь – Бог. Бог дал нам Библию. Дал благословение. Дал благодать. И сказал – иди благовескуй. Вот пять. Что не хватает сегодня православного. Или два или три. Пятая вообще отброшена. Другие пятая знает. Первая не знает, что такое благословение священства. О чем очень хорошо сказал Пеофан Затворник. Благодать трех видов. Первая – призывающая проповедь. Это зависит от нас. Желаем мы это делать или нет. Вторая часть – благодать. Или сказать второй этаж – обращение. Благодать обращающая. А это от нас не зависит. В целику. Только в частности. Тут и в частности Бог откроет или не откроет. Бог говорит – кому закроют, никто не откроет. А кому откроют, тому никто не закроет. И третье – это благодать посвящающая. Чего у сектантов вообще нет ни порошений. Нет священства, поположенного от апостольских времен. А у православных нет благовестия. Вот это надо соединить по двуму. Сегодня мы выставили ролик в интернете. Современные мученики показывают, что такая мусульманская организация, ИГИЛ, захватила в Ираке, в Сирии, там где христиане. И как они их убивают, христиан? Прямо показывают, как режут, как показывают голову. Тут же он только разговаривал, смотрел и тут же им отрезали голову. Он служит Богу своему. А другие распятые по порядку показывают. Сначала показали Римский Колизей. Как львы выбегают. Тут камня Грязеши, там хорошо показано. А здесь сегодня привязывают вот за это место и руки, и ноги привязывают. Потому что, как рисуют на гвоздях, труп не может вести. Он сразу прорвет и упадет. И никто не отрекается. И рядом места Писания. Ты был верен до смерти и получишь на меня с жизни. Сегодня, сейчас это делается. Вот когда мы здесь сидим. Это ежедневно почти. Захватили, сколько в церкви было людей. Кто отрекся? Кто принял ислам? Значит, в сегодняшний день попробуй сказать против. Таза отхода нету. Я верен Христу. Умри. Вот детей и научитель. Так? В школе. Чтобы любое событие в жизни, любой предмет, они направляли к познанию Бога. Что пользы весь мир приобретешь. Все знания постигнешь. А душу погубишь. Какой выход дашь? Эта жизнь мгновение, она мелькнет. И мировая жизнь закончилась. Учите астрономию, а расскажите о звездах. О том, что Земля не плоская, а шарообразная. Что она летит в космосе. Что были космонавты, которым это открыто было. Видели, сфотографировали. Преподаешь геометрию. Расскажи. Самая жесткая фигура треугольника. Его нельзя никогда сменить. А ты скажи. Вот так учение о Троице. Оно не подается исследованию. Оно жестко, четко, догматически принято. И мы должны говорить. Верой во святую и животворящую Троицу. Доказательств никаких. Все основные фигуры, они могут там, ну пять, допустим, где-то, скажешь, а что такое пять? Пять чувств. Чувства меняются. Четыре. Четыре Евангелия. Евангелия по-разному толкует. Ну, коробок спичечный. Четыре. Вот как угодно можно погоднуть. Повторяю. Не шевелится. Ты учишь его математик и скажи. Математика – это основа всех наук. Основа всех предметов. А математику меньше всего знают. Ее надо любить. Любить так, чтобы где-то услышать такие цифры, узнать сразу, что… Я спрошу старосту. У тебя какая площадь? Ну, не старая, а это склады, где ты храдишь. Продукты сельского хозяйства, там горох и прочее. Какая? Пятьсот. А? Пятьсот четыре. Пятьсот шесть. Пятьсот два квадратных метра. Можно записать. Сколько у тебя ласточкиных гнезд? Я прочитал восемьдесят восемь. Если родители двое, у них пятеро, семь, восемь. Уже пятьсот шестьдесят ласточки. Все. Захватил себе. Всю природу. Почему? Бог любит его так. И ты научи. Первое. Первый день – единица. Второй день – уже дальше Бог начинает отсчет. Математика с первой главы. Сколько жили? Сегодня мы говорим. Вот у нас старожил. Он, Серапима Габриловна. Ей девяносто два года. Это десятая часть. Ной жил девятьсот пятьдесят. Это десятина всего лишь только. У нас у него долгожитель. А девятьсот пятьдесят – это что такое? Ну самый долгожитель, мы знаем, это Енох. За ним Илья, которые не умирали, а потом умрут. И дальше счет. Какой длинный храм? Какой притвор? В Библии все указано на математике. И заканчивается сто сорок четыре тысячи спасенных. И вся Библия разбита на цифры. Глава и стих. Непрерывно везде математические данные. И нужно это знать. Приучите запоминать места Святой Библии, где это сказано. Это будет самое веское доказательство. Знать закон. Вот вчера я получил только... Позавчера уже получил письмо. И получил не откуда-то комитет по правам человека из Натальского края. А они впервые запросили сельский совет Корчина. Что тут делается? Как земля? Кому принадлежит, где был лагерь и теперь музей? Я думал, что... И чтобы они ответили и отвечать должны председатели. Или как правляющая из сельского совета. Кто она там? Название какое-то такое. Струшакова Людмила Алексеевна. Они ответили согласно закону. Глава, стих. Глава, стих. Что земля-то никому не принадлежит. Здесь. А здесь Корчина потеряевка Ермачиха. И оно почему-то оказалось нигде. Она говорит, поэтому я ей ответить не могу. А в моё всё время прокурор заставлял уничтожь, уничтожь. Слово уничтожь нет, а снести. Так, мягко. Вроде бы, кастрюльку перенести. Она говорит, у меня и правок, так и нету. Вот ответ такой она дает. А почему? Знает человек закон. Там хорошие юристы, видимо, обратились. И не тот принятие за просьбу. Молиться за неё, чтобы Господь её сохранил. Когда ты знаешь математику, тебе уже не надо часто повторять, что означает первый день, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Ты легко будешь беседовать. А в Ветхом Завете была суббота, у нас воскресенье, это Константин Беловеликий. Ты сразу ответишь. В Ветхом Завете мне было тенью. В субботу появился шапот. Покой. Покой был в субботу. Бог сотворил в шесть дней, седьмой день почил от дел своих. А в новом Завете Богом творил всё новое. В пятницу он закончил дела, суббота продолжается преисподняя, а в воскресенье почил от дел своих. Переходят в воскресенье. Это всё математика. Дальше ты считаешь Священное Писание. Заметь, поэтов много было. Но самый известный, самый популярный, самый считаемый это царь Торох Давид. Мне вчера написали. Пусть авабряца пишет Давыд. У нас пишет авабряца Давид. А как правильно? У евреев буквы вообще нет. Так вскоре держит. Поэтому оно не может быть Давыдом. Его не было. Как у грехов нет буквы Ш. Этот не отвечает евреев из Иерусалима. Который нынче наткнулся на наши ресурсы. И всё бросил где был. И стал православным принял крещение. Если мы научимся любить Бога. Вот эти пять Б. Наша жизнь будет другая. Какой бы предмет ни был. Изучайте природу. Путешествие. Проживайство. И скажите. Всё Бог сотворил. Эти люди верили в Бога. Безбожники ничего открыть не могут с объяснением. Исаак Питон Всемирный Закон открыл. И Вильгерский друг учёный говорит. Ну Исаак. Ну всё-таки. Ну всё тормозит в жизни. Это даже в безвоздушном пространстве. Ну кто счастливый подводит? Он говорит. Не надо ждать, что родится Тор Исаак. Эту всемирную пружину Бог подводит. Тяготение остаётся. Скорость планет. Комет. Всё на своём месте. Какой бы урок ни был. Обязательно. Покажи. Это сказано в Библии. Ты учитель должен знать её. И сказать. Бог об этом сказал. Я и сама не знала. Пока не обратилась. Запомните хорошо. Вот это место подтверждает сегодняшний урок. Какой бы он ни был. Геометрия. Физика. А тем более. Любой предмет. И скажи. Верующие люди. Которые открыли законы. Которые Бог закрыл. Они были все верующие. Почему сегодня Ломоносова ни одного нет? Нет науки. Которую он бы не коснулся по тем временам. Он знает, что весь счастье атмосферное не ненемь. Как это можно было 200 лет назад? Бог. И Бог открывает эту истину. Почему в ритурге Бог говорит. Атеист плохой руководитель общества. Из атеистов ни одного прокурора не должно быть. Ни одного судьи. Даже кто они лишь бы верили, что есть возмездие. На первом месте страх Божий. И тогда все будет на месте. Он знает нельзя. У меня даже был судья мусульманин. А мусульманин. Которые тоже христиане нападали. И он говорит. Вы христиане. А идете судить со мусульманином. Ну это безобразно. Мы не можем его остановить. Он говорит. Тут закон действует. Тема обращается. И умирать будем. Там отвечать будем. Вот это судья. А это. Приезжали потеряем. Я тут учителя отбрасывал. Вроде Надежды Васильевны. Ходил по рядам. Раздавал. Иван говорит. А когда разобрались? Это 43 года после исчезновения потеряем. И как я мог это делать? Учеников в это время три. Уже по архивам наши три. Какие Библии мог раздавать? Ну все. Когда возьмешь. И ты скажешь. Ученик, который знает Бога. Вырастет большим. Он будет это помнить. Он не пойдет на грех. На подделку. Учителя. Для вас очень важная задача. Знать хорошо Библию. Алфавель. Откройте симфонию. На каждую букву. Дайте библейское. На букву А и до Я. Найди. И скажи. Это по программе вы должны знать. А вот это. Как Бог заповедовал. У одного учителя. У одного учителя. Мы читаем. В Библии. У него было три тысячи учеников. А то сколько же школ у него было? Болгары. Кремен. Он прославлен ныне. Так и здесь. Научи знать Бога. Спасти душу. Если все абсолютно знать будешь. На пятерке. На олимпиадах будешь реировать. А в обыденной жизни ты никакой. А такое тоже есть. Сараста поставил тогда машину здесь. Зерном. Не успел разгрузить. Они заскочили. И оттуда начали налево направо. Пшеницу разбрасывать. Я никогда это не забуду. Посмотрите. Как это достается. Какой пылью. Какими средствами. Это ученики из этой школы. Это не игрушка какая-то. Поэтому. Отпускай его в школу. Скажи, что мы не были. Дети позволят для родителей. Дети маленькие. Вот уже смотри. Десять классов кончили. Много они знают о Боге. Здесь выписано. Около каждого портрета что. И даже это не звучит. Я в прошлый раз говорил. Измените отношение к детям. Дети даны тебе только для одного. Чтобы ты привел их на небо. Если не будешь учить. Как такой был. В первом священнике. И Бог сказал. Из-за детей ты погибаешь. Так и случилось. Он знает, что не так поступает. А все. Он говорил. Дети худая мама. А я за того. Он говорит. Нужно было три момента. Упущенные. Это. Обречать. Связывать. Бить. Изгонять. Вот тогда был бы. А юминальная юстиция. А зачем заводить детей тогда. Если боишься юстиции. Ты христианин. Юстиция это. Юминальная не действует. Ни у евреев. Ни у мусульман. Только на христианах они отыгрываются. Мы недружные. А ты сразу покажи. Мы соединены с Богом. Прятаться от Бога не будем. Как голый Адам. Я открыто согрешил. Каюсь открыто. Прости меня Господи. Это. Другого не дано. Да помилует нас Господь. Да спасет. И детей уже отдаете. В город учиться. Чтобы они посты соблюдали. Посты. Посты молитвы. Главное оружие. И не забывайте. Чтобы дети. Которым даете деньги. Не на мороженое тратили. А чтобы он по копейке откладывал. А потом нашел где милостыню подать. Найти. Не те которые просто попрошают. А по истине стали. Меня на этом Господь и поймал. Любил бабушек. Копеечку дать. А потом несет что-то. Решил помочь. Сошел на берег. Спросил где молятся. Она привела. Началась новая жизнь. Бог на каждого забрасывает особый крючок. Вот вам крючок. Милостыня. Молитва. Пост. Они уйдут туда. Смотрите. Гляжу в городе. Наши девицы сидят. Без платка идет. Один раз оставил другое. С детства была только вышла. Платье выше колен. Это уже готовая жертва. Ее никто не будет беречь. А когда видят одеты по форме. По церковным. Мусульмане бросают работу. Наши сестры приехали сюда. Они охраняют таких. А их очень много. Доверься Богу. Отпускаешь дочь свою. Накажи ей. Ни грудь открытой не держать. Все закрой. Потому что это самая ценная. Одна нигде не ходить. На квартире столько глубоко в беруще. Тогда вы детей получите неискаженными. Не пропускали что богослужение. Библию из рук не упускали. Богу слава. Отпомниться. Трудно. Поехали. Это развернуло. Для вас. Может быть, своего выберем. Это у нас Левтихий. Скоро в школу пойдет. Мы должны дойти до обещанного царства и быть верными Богу. Иначе зачем мы жили? Если не спасешь душу, какой выкуп? Нет выкупа никогда. Только дверь захлопнулась, и там язык прохладить. Пропасть не переходит. На этом все. Притча Христа закончилась на этом. Так мертвый воскрес, он поверит. Если мертвый воскрес, он не поверит. Златоуцкий говорит, что воскрешение из мертвых меньшее чудо, чем читать Библию. У них, говорит, есть закон Моисея, пророки, пусть слушают их. Вот там и пусть. Это Лука, 16-я голова. Люба, когда приедет. Все, хорошо. Наталья, слышишь, если только на вторник, я больше не... Ну да, да, давайте на вторник. Договоримся на вторник. Продолжение следует...